это концепция underdog концепция неудачника я ее реализовалась со своими студентами им просто сказал ребят вы никому не нужны и вообще все очень плохо потому что на самом деле нужно просто знать ради чего ты идешь ради провала провала за провалом и поэтому концепция underdog это концепция неудачника у которого есть страсть просто идти его бьют а он идет и опинает он идет его критикуют он идет но главное что он делает он идет он стремится к тому чтобы у него получилось стремится к тому чтобы он делал и один из мощнейших курсов который у меня получился это курс которым и внутри так и называли и потом были другие курсы которые смотрели на этот курс равнялись на него где-то старались его превзойти превзойти неудачников также и внутри себе самому говорите что слушай а что для меня успех ничего хорошего с меня не получится бездарный бестолковый ничего не умею если в этот момент у вас там что-то внутри не ёкает тем лучше жить надо легко спокойно счастливо не ставят для себя совершенно других целей чужих целей нет цели быть номером первым не цели сделать лучший дизайн есть цель простая жить счастливо если дизайн когда вы им занимаетесь делает вас счастливыми открытыми открывает вам других людей для вас для вас это путь если вы чувствуете что это постоянные стрессы постоянные надрывы для вас если это влияет на вас хорошо да пожалуйста испортите себе сердце наверните себе здоровье но сделайте пару злых дизайнерских проектов но именно на этой озлобленности это это дело ваше но то к чему стоит подойти это к тому что нет соперника вы не соперник вы соперничаете даже не самим собой вы живете счастливую открытую жизнь в которой если вы не знаете про сетки вы садитесь их изучаете и вы сели вроде бы изучали а не зашло и не получилось важнее здесь то что вы пытаетесь вы находите вы ищете уходите от токсичных областей областей где собираются люди которые пытаются вас убедить пытаются вам насадить какое-то свое представление о том как оно должно быть профессия дизайнера самая свободная профессия самая открытая самая прекрасная профессия этому интересно учиться этим интересно заниматься потому что она сама модифицирующая уже ты понимаешь я не знаю вот это надо изучить я не знаю вот это надо изучить ты приходишь клиенту и понимаешь бы ничего не понимал до этого момента про то как там построены в целом коммуникации как там построена система дизайна что эту систему для того чтобы сейчас изменить поменять дополнить в нее нужно саму вникнуть и заново и перри перри научиться и это интересно потому что ровно те же принципы дизайна принципе гармонии принципы сбалансированности они приходят находятся в прямой связи с любыми корпоративными структурами которые работают ровно те же принципы чуть-чуть где-то перекосило все посыпалось не сбалансировали одни мнения другими мнениями все посыпалось